Жители дома на улице Металлургов привыкли делить лестничную клетку с крысами, тараканами и даже бездомными. Управляющая компания фактически бросила их, хотя деньги берет исправно. Что можно сделать в этой ситуации и до чего нерадивые управленцы могут довести дом, расскажет Мария Зарукина. Он сделает 10 января, 10 января, 20 января, что терапия носит к самому? Он оденет, а есть папа, и на водяке, если в случае, выкопил. Вот эта душевая в общежитии на Металлургов 28А теперь еще и туалет для людей без определенного места жительства. Бутылки из-под шампуня и из-под пива в перемешку с использованной туалетной бумагой заботливо сметают в угол. В электрическом щитке припрятана чайкушка. Туалет замурован. На входе во двор вас приветливо встречает Ашан. Со своей семьей он жил в 202-й, но после ссоры и переезда родных остался один. Теперь третий год спит на лавочке. Иногда под ней, иногда приводит друзей. Две недели назад один раз помыли полы. Управляющая городская, когда у нас была, она вообще... Мы даже вот работали мы сами на вахте, получается. Мы сами делали вот здесь вот ремонт. К Новому году мы сделали ремонт. А они написали, что это они сделали. За содержание и ремонт платят, ну это платится. Куда эти деньги уходят все? Если подняться наверх, то увидим, что ремонт несколько лет назад тут все же начали, ободрали стены и так все и оставили. Застоял и въедшийся запах человеческих испражнений здесь ощущается на каждом квадратном метре и за каждым поворотом. Люди жили в нормальном доме 30 лет, но последние два года каждый день просыпаться в этой обстановке уже неуносимо. За последние два месяца тут сменились четыре разных управляющих компаний, но, как казалось, у них один и тот же хозяин. Зато качели во дворе поставили за 600 тысяч рублей. Ну, по крайней мере, так написано в смете. И платежки приходят, как говорят соседи, на мертвых душ. В подъезде даже нету чипа, нету домофона. Я думаю, что вы в курсе, что там уже несколько лет проживает бездомный человек, который ходит под себя. А почему здесь дверь, пожалуйста, опускаешься, заключили договор с другим компанией, которая предоставляет данный дом? А разве не управляющая компания должна заниматься этим? Мария, вот есть фирмы, которые предоставляют вот эти магниты. Я понимаю, но это же не должна быть, это же не всегда инициатива жильцов. То есть, ну, на это есть управляющая компания. И управляющая компания... Мы, как управляющая компания, не будем брать это на себя. Ну, по факту там убираются ежедневно? Конечно, убираются. Сегодня там убирались? Конечно, убирались. Стоит пояснить, что человек, с которым мы только что говорили по телефону, это генеральный директор текущей управляющей компании Красноярия. В нее дом перешел от УК «Городская», которой владеет Данил Белоусов. Вот только фактически хозяин и в Красноярье снова оказался Белоусов. Это значит, что дом как бы и сменил управляющую компанию, но фактически заниматься домом остался один и тот же человек. Есть несколько управляющих компаний в городе. Управляющая компания «Городская», «Первая городская», «Красноярье», «Жилком-24», «Терра», «Базис», «Борей», «Комфорт-Про». Все эти компании, так или иначе, имеют отношение к одному человеку. В отношении этого человека сейчас возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «Мошенничество», потому что деньги были похищены, и были похищены бюджетные деньги, и были похищены, соответственно, деньги жителей, и были поддельные протоколы, поэтому это все касается одного и того же человека. Кстати, общежитие на «Металлургов-28А» месяц назад уже прогремело по всем сводкам новостей, когда люди пожаловали, что у них не вывозят мусор. Свалку из-под окон тогда вывозили грузовиками. Сейчас более-менее чисто. Но вот если ваша управляющая компания замечена в откровенной халатности, вы вправе выбрать себе любую другую, заключить с ними договор, где обязанности будут прописаны. «Металлургов-28А» уже тоже меняют свою УК, и их возглавит «Ветер перемен». Жителям обещают домофон, консержа, ремонт и чистоту в подъезде. Вот только на камеру свои обещания УК «Ветер перемен» давать отказались. Мария Зарукина, Илья Семкевич, 7 канал.